всем добрый день меня зовут ольга и вы на моем канале у рукоделия сегодня мне захотелось с вами поделиться замечательным узором из вытянутых петель он не очень понравился поэтому я спешу с вами поделиться и на мой взгляд такого рода узор подойдет прекрасный для кардиганов каких-то пуловеров кофт который сейчас очень популярно вязать также может быть применен в каком-то топе из летнего состава пряжи может быть даже но стоит здесь конечно попробовать в паутинках да чтобы она была не просто лицевой гладью а вот из таких вытянутых петель потому что здесь не образовывается в этом узоре никаких дырочек соответственно узор будет смотреться лаконично но в то же самое время очень необычно вот такой вот узор из вытянутых петель мы сейчас с вами совместно свяжем приятного вязания для вязания данного узора нам потребуется пряжа ну в моем понимании она должна быть достаточно толстой а также спицы нужного размера подобранные под пряжу и так данный узор должен состоять из нечетного количества петель и в данном узоре я учитывала еще так же две кромочные петли 1 но и последняя петля тоже кромочная соответственно да так и давайте начнем вязание первый ряд у нас значит первая петля у нас будет кромочная далее у нас будет одна лицевая петля далее будет двойной накид вот таким образом и одна лицевая петля дальше опять одна лицевая петля повторяем раппорт узора двойной накид 1 лицевая петля опять повторяем раппорт узора одна лицевая петля двойной накид 1 лицевая петля и так продолжаем наше вязание до конца ряда последняя петля кромочная я ее провязываю изнаночной в данном образце дальше второй ряд что мы делаем вторым рядом кромочную снимаем далее у нас идет одна изнаночная петля провязали дальше одну петлю нужно снять как изнаночную и нить у нас будет с вами перед работой сняли дальше но при этом нам еще нужно будет сбросить накиды и вытянуть 5 петли вот таким вот образом видите вытянули эту петлю и дальше мы будем повторять с вами все самого начала то есть одна изнаночная петля одну петлю снять не провязанной нить перед работой при этом вытянуть эту петлю дальше 1 изнаночная петля нить перед работой накиды сбрасываем 1 изнаночная петля нить перед работой накиды сбрасываем и так мы продолжаем наше вязание до конца ряда последняя петля кромочная переворачиваем наше вязание и это у нас уже будет третий ряд третий ряд первую петлю кромочную мы снимаем провязываем одну лицевую петлю одну петлю нужно снять как изнаночную но нет у нас будет за работой эту петлю мы просто снимаем дальше мы провязываем одну лицевую петлю эту мы снимаем не провязанной 1 лицевая не провязана 1 лицевая не провязана и так мы продолжаем вязание до конца ряда последняя петля кромочная переворачиваем наше вязание это у нас с вами будет четвертый ряд в четвертом ряду мы делаем 1 изнаночную вяжем но кромочная 1 изнаночная одну петлю снять как изнаночную нить будет у нас с вами перед работой то есть мы эту петлю вновь не провязываем 1 изнаночная эту петлю не провязываем 1 изнаночную эту петлю не провязываем и так мы продолжаем наше вязание до конца ряда пятый ряд мы с вами будем вязать также как вязали третий ряд то есть одну петлю кромочную мы снимаем далее 1 петля лицевая 1 петля не провязанная 1 лицевая не провязанная лицевая не провязанная и так мы с вами продолжаем вязать до конца ряда последняя петля кромочная это у нас с вами был пятый ряд и последний шестой ряд мы его просто провязываем все петли изнаночными все 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 петли провязываем изнаночными до и вяжем так мы с вами до конца ряда и вот что у нас по итогу получается прекрасный интересный узор с вытянутыми петлями здесь я специально видите сделала еще нахлёст в одном случае то есть когда провязывала последнюю петлю я сделала нахлёст для того чтобы показать как этот узор можно немножко преобразить то есть если мы с вами здесь скрещиваем перекрещиваем до петлю вяжем ее не в нужном направлении не за ту стеночку то можно получить на выходе вот еще подобный узор но на самом деле он вот такой как в нижней части и получается этот раппорт повторяется очень интересный на мой взгляд узор для поворотно обратно поворотного результата или использовать как один из элементов до вязания можно сделать например вставку платочной вязки вставку вот этой вязки потому что узор получается достаточно плотным то есть он не не тонкий но в то же самое время вот как платочка до платочку на с вами тоже имеет такой достаточно плотный объем самого узора вот что у нас с вами получилось на мой взгляд очень даже интересно я очень надеюсь что у вас все получилось и вы обязательно примените этот узор в своем очередном шедевре я желаю вам удачи и всем пока пока до скорых встреч